Я Джефф Монсон и моя команда стритрейсеры. Мы привыкли участвовать в уличных гонках, где победитель получает машину проигравшего. Готов? Хочешь погоняться со мной? Давай! Отожми мою тачку! Участвуй в гонке на сайте leon.ru Отожми тачку Джеффа Монсона или часть призового фонда в 1 миллион рублей! В общем, границу вообще в Казахстане прошли супер быстро. Отдельно приветствую. Пассажиры. Один или что? Давайте. Давайте, челли. Я давно им это хотел сказать. Спасибо, брат. Давайте, давайте. В общем, опять спасибо большое. Хочу выразить отдельное спасибо таможенникам и пограничникам казахским. Ребята, вы настоящие молодцы. Так быстро нас еще никто не досматривал. В этот раз просто все самые красавчики. Рахмет вам от меня от всего нашего канала. Двушки стали с 2х4. В общем, еще раз отдельное спасибо, ребята. Ребята, вы вообще настоящие мужики. Так быстро мы еще никогда не проходили. К сожалению, вы себя в видео не увидите. Погранцы и таможенники Казахстана нельзя снимать. Хотел я поснимать, но вы же потом сами бы ругались. Поэтому вот всей смене, которая была... Сейчас прям скажу. Сегодня какое у нас число? 9 числа с утра. Да, с 8 на 9. На переходе в Байнео. Ребята, вам отдельный респект. Вот, все. Сейчас едем в Байнео по ужаснейшей дороге. Вот по вот такой. Ехали-то в Казахстан. Все нормально. Дорога это хрен с ним. Все понятно. Ее здесь нету. Температура-то за борту. Минус 1, друзья. Минус 1. Прохладно. Аж давление в шинах упало. Вот было 1,9. И подвушить. Сейчас немножко поехали. Хоть давление приподнялось. В общем, сейчас идет ремонт дороги на Байнео. Причем не то, что ремонт. А строительство абсолютно новой дороги, которая проходит рядом. Вот слева видите старую дорогу. А вот это будет новая дорога. То есть волотно уже подготовлено. Я надеюсь, что скоро они ее будут закатывать вас с вами. И тогда после этого переезд здесь через Байнео будет очень хороший. А так еще очень активно пользуются переездом, который находится выше Ташкента. Говорят, очень удобен, хорош, мало пробок и отличные дороги. Вот сам там не ездил, но думаю, если в третий раз поедут в Узбекистан, то проеду именно там. Приехали в Байнео. На часах у нас 8 часов 40 минут. Напомню, что в 9 у нас завтрак. Завтрак в 10 мы выезжаем. Приехали по графику. Как часики работаем. Дороги в Байнео. Я бы назвал это Теблотрасса в Байнео. Я, конечно, с большим уважением отношусь к Казахстану и ко всему казахскому народу. Но, друзья, дороги в Байнео полное к*****но. Таких ужасных дорог не видели нигде в Азии. Вообще нигде. Даже Памирский тракт, несмотря на то, что там щебен, не то ровнее, чем дороги в Байнео. Смотрите, центральная улица города Байнео. Как-то так. Ага, наши-то ребята все на беленький приехали. Мажоры, дирижеры, смотри, намытые. Новые крузачки у них. И мы на своем боевом. Идем встречать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А как приехать? Ну, так. Не спали? Нет. А не идти? Пошли, дорогие. Привет, друзья. Красавчики. Вот две стадии, как может выглядеть крузак. Вот такой весь нагламуренный. Кайфовый, да? Просто. Для того, чтобы он был такой нагламуренный, его нужно просто сполоснуть. Сполоснуть, чернение шины, и все. И крузак нагламуренный. И боевой крузак. Вот как наш. Смотрите. Тут пыль. Тут грязь. Царапины. Ну, дело такое. Чтобы был такой крузак, нужно просто выехать на пыльную, грязную дорогу и проехаться по лесу, чтобы ветки вам зацарапали все лакокрасочное покрытие к чертям собачьим. И тогда будет боевой. Ну, приехали наши друзья. Привет. Здорово. Привет. 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 Ну, фото, но видео. Сейчас я вам покажу, как нужно делать из гламурного лэнд-крузера, не гламурный лэнд-крузер. Берете тряпочку, берете пыльный лэнд-крузер и трете этой тряпочкой по сухому пыльному лэнд-крузеру, ну, и получается эффект наждаточки. Вот он, вот, бокал лакокрасочное покрытие. Пахнет, да, мэм, хорошая. И у нас не для того, чтобы в Ашан ездить, а для того, чтобы возить по бездорожью. Давай, давай, все. И вот когда лакокрасочное покрытие стерто, можно клеить наклеечку партнера, потому что с наклеечкой партнера как-то веселее путешествовать, особенно по Азии. Вот, начнете работать, и все. Ну что, друзья мои, друзья, кто работает вот в этом замечательном мэгазине 4х4клаб, мы наклеили вашу наклеечку. На этот раз ни один керхер, ни одна веточка не сдерет. Я, кстати, рекомендую почитать этот журнал, там много из всего интересного. И скоро будет статья, ну, я уверен, что она будет, про наши путешествия. Про путешествия. Сейчас идем к колонной. Первая машина идет Женя Шаталов на новой 200-ке. Вторая машина у нас Брадик 120-й, даже, напомню, 120-й, а 90-й. Ребята тоже из Челябинска, 74-й регион. Третьей машиной идем мы, на нашем супербродяге нового поколения. И впереди, кстати, вон еще тоже крузачок. Здорово, брат. И замыкает нас Костя на тоже своем 200-ке. Поэтому у нас такое, 4 ленд-крузера и 3 двухсотика. Мне кажется, очень хорошая команда собралась. В этот раз в Монголии мы не застали верблюдов. Как-то мимо их прошли, обидели одни, там шел караван. А тут началось, смотрите, слева верблюды. Впереди, да, верблюды, справа верблюды. То есть все началось. Вот уже как раз то, чего нам не хватало. Мы сейчас спокойно эти кадрики добьем, чтобы была полная картина об Азии. КОНЕЦ В общем, сейчас едем по Мангистау и спускаемся вниз как раз к горам. Это тот случай, когда ты не поднимаешься на горы, а спускаешься в некий овраг, где как раз таки и будут, собственно, эти местные горы. Высота сейчас по альтилитру 255 метров над уровнем моря. Поэтому погружаемся. Поэтому спускаемся вниз и попадаем в горы. Ну что, приехали мы вот такой колонной. Замечательный, состоящий из ленд-крузеров. И сейчас идем на одно из намоленных мест, где по традиции есть некая какая-то энергетическая сила. Могила одного из местных святых. Мы, как всегда, прикармливаем местных духов, и поэтому попросим и казахскую землю на этот раз, о том, чтобы она была благосклонна к нам, о том, чтобы наш путь и наш маршрут был спокойный, с приключениями, но с позитивными и с хорошими эмоциями. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, как обычно, нужно покормить где-нибудь с краю, недалеко, и землю. Что мы их сделаем? Оставим здесь, недалеко. Для того, чтобы местные духи тоже были к нам благосклонны. Потому что всегда, когда мы чтим такие традиции, всегда было все хорошо. Ну, я думаю, что и здесь нужно тоже на земле казахской попросить, тем более, раз здесь когда-то были языческие племена и языческие ритуалы, вообще языческая вера. Все, спасибо, земля. Спасибо тебе. Мы постараемся аккуратно проехать по тебе и заснять самые твои красивые места, для того, чтобы люди увидели и приезжали сюда с туризма. Вообще, меня немного вырубило, поэтому я сейчас посплю. То уже мы больше суток в пути и не спали. Практически. Подремал пару часов. А за рулем сейчас тоха. И мы сейчас поедем уже съезжать с асфальта куда-то дальше. Ну, а я пока полежу. И включусь уже, когда, может, даже дойдем до места. Ну, или где-то, мне интересно, вон там участки. Буду спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, ребята, мусор, блин, вообще помойка. Это мы сейчас въехали. Казахстан, Мангистау. Едем вот... На самом деле, контраст от этого будет матч нечета, что будет впереди. Дай бог, ребята, дай бог. Я, в общем, хотел поспать немножко. Такая ровная была дорога, да, мы ехали 300 километров, ребята, выспались, а я рулил и засыпал. А сейчас я думаю, ну все, сейчас лягу и посплю. Хрен. Дорога третется, все третется, не поспать. Выспался. Дорога третется, все третется. Дорога третется, все третется. Дорога третется, все третется. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...